Дорогие коллеги, доброе утро! Большое спасибо за приглашение и возможность рассказать вам про работу мультидисциплинарной команды. На самом деле, мультидисциплинарная команда, да, как бы мне больно не было это говорить, но это то новшество, которое только появляется в нашей стране. Сегодня в своем докладе буду говорить о том, что мультидисциплинарная команда, хочу заметить, это не онкокомиссия, да, это основной посыл моей лекции, это не онкокомиссия. Существует в цивилизованном мире с 1995 года. Тюморборд и МДТ – это два синонима, они несут абсолютно одинаковое определение. Сегодня мы об этом поговорим. Тюморборд не только помогает объединить специалистов между собой для улучшения качества жизни, улучшения качества лечения наших пациентов. Помимо этого, МДТ помогает нам скооперироваться друг с другом, быть всегда, в общем-то, на волне последних знаний, новшеств в мире онкологии, коллегиальные отношения и так далее. Что такое тюморборд? Тюморборд – это та же самая мультидисциплинарная команда, аббревиатура – это МДТ, которая объединяет между собой специалистов здравоохранения. Все мы привыкли, что в онкоконсилиуме у нас входит хирург, химиотерапевт и лучевой терапевт. Очень часто, как правило, онкокомиссия носит исключительно формальный характер и никоим образом не влияет на тактику лечения пациентов. Мы обсудили между собой в отделении, что нам нужно госпитализировать этого пациента, и на этом, в принципе, обсуждение заканчивается. Редко, когда мы собираемся все вместе о чем-то говорим, как правило, это все формальный характер, оформление документов на госпитализацию и так далее. Тюморборд, он же МДТ, должен собираться хотя бы раз в неделю, каждый по своей нозологии. Есть МДТ по раку легкого, есть МДТ по онкоурологии и так далее. У нас в институте сейчас есть функционирующие МДТ, их не так много, мы работаем над тем, чтобы их стало больше. Для сравнения, в клинике Шарите порядка 40 различных МДТ. И МДТ в клинике Шарите есть не только по урологии, гинекологии или раку молочной железы. МДТ существует в том числе и по клиническим исследованиям первой фазы, существует МДТ по молекулярно-генетическим различиям и так далее. Я понимаю прекрасно, что нам до этого далеко, но хотя бы поговорим сегодня о базовых вещах. То есть в больших центрах в Москве и в Санкт-Петербурге МДТ уже есть. В регионах, к сожалению, я еще не слышала нигде. Может быть, есть в Казани, я не знаю. Но, по крайней мере, в маленьких регионах, к сожалению, МДТ отсутствует. Это действительно большой пробел в нашей работе. МДТ, как я уже сказала, это не онкокомиссия. Это обычная рутинная практика ведущих онкологических и не только ведущих учреждений Европы и США. В 1995 году появилось МДТ. В Англии до 1995 года не было единого подхода в лечении пациентов. Как сейчас мы решаем тактику лечения пациентов? Очень часто, к сожалению, это все основано на каких-то наших личных взаимоотношениях. Мы берем телефон, мы звоним хирургу, мы спрашиваем, а можешь посмотреть. Мы звоним лучевому терапевту, если сегодня время. Но мы не собираемся одновременно в одном и том же месте, в одно и то же время, чтобы обсудить дальнейшую тактику лечения. Это называется call to call. То есть мы просто позвонили друг другу и решили по телефону, написали в заключении. Пациент проконсультирован тем-то, пациент проконсультирован тем-то. Но протокола, как такового, МДТ нужного, так необходимого в нашей практике, пока что крайне редко встречается. Естественно, до 1995 года в Англии не было МДТ, поэтому были и неудовлетворенные результаты лечения пациента, низкая приверженность к лечению, низкие показатели выживаемости. В 1995 году Калманхайн впервые организовал тюморборд. Врач проанализировал работу различных аналогических центров в Англии. И пришел к выводу, что лечение неудовлетворительное, в том числе еще и потому, что доктора просто не собираются вместе и банально не обсуждают пациента. Кто входит в состав? Существует рекомендация Национального института рака, кто должен входить в состав мультициплинарной команды. Это обязательно. Хирург-онколог, химиотерапевт, лучевой терапевт, патолог. Очень часто мы забываем, что роль патолога нанесет, наверное, одну из самых важных ролей в работе мультициплинарной команды. Очень часто доктора даже не звонят патологу, чтобы уточнить, что это за экспрессия какого-то странного маркера в морфологическом заключении. Может быть, этот маркер будет влиять не только на прогноз, может быть, влиять и на лечение пациентов, но очень часто врачи пренебрегают этим. Помимо этого обязательно должен быть рентгенолог, врач палиативной помощи, координатор команды, как правило, это врач-ординатор. То есть МДТ несет не только функционал, необходимый для улучшения качества лечения пациентов, но и это образовательный процесс для ординатора. Координатор команды может выступать и медицинская сестра. И сегодня также после моего выступления мы обязательно поговорим о том, что медицинская сестра несет крайне важную роль в работе мультициплинарной команды или тюморборда. Как это обычно проходит? Раз в неделю ординатор или координатор, как угодно можно назвать, готовит специальные слайды, подготавливает информацию о пациенте. И врачи в одно и то же время собираются и обсуждают пациентов по определенной назлоге. Не всех подряд вместе, как это обычно проходит на онкокомиссии, а исключительно по определенной назлоге. Функции. Мы обсуждаем каждого пациента. Это любые изменения в тактике лечения. Это не только пациент поступил, мы обсудили его один раз и забыли о нем. Нет. Очень важно обсуждать любые изменения в тактике лечения. Это прогрессирование, это, может быть, мы сделали то или иное рестадирование, мы обладаем какой-то новой информацией, может, мы сделали молекулярно-генетическое тестирование, мы обнаружили, что у пациента есть какие-то мутации, он теоретически может подойти к клинической исследованию. Все что угодно. Все должно обсуждаться на МДТ. Любое изменение в тактике лечения должно выноситься на МДТ. Это не только взаимосвязь специалистов, это и преемственность на всех этапах лечения. Мы не звоним друг другу, мы собираемся вместе и обсуждаем пациентов. Помимо этого, это прекрасный ресурс для сбора данных. То есть у нас у всех есть молодые доктора, которые пишут диссертации, которые теоретически будут их писать. Нам всем нужны статьи и так далее. Когда собирается МДТ, координатор заполняет всю необходимую информацию о пациенте, он ведет базу данных, он считает, сколько количество МДТ было проведено за год. Это будет влиять исключительно, это можно использовать в своих публикациях и так далее. Почему бы не написать статью, как влияет заседание МДТ на общую выживаемость пациентов с раком легкого. Я потом это покажу. Это действительно потрясающий результат. Это возможность обучения для ординаторов и, безусловно, профессиональный рост всех членов команды МДТ, потому что все мы учимся друг у друга. МДТ в цифрах. Сейчас зарегистрировано порядка 1240 мультидисциплинарных команд в Англии по всей стране. Сколько зарегистрировано у нас? Насколько мне известно, почти ноль. И они не зарегистрированы, они просто, как говорится, case to case. Есть заседания команд в национальных центрах, либо каких-то крупных онкологических учреждениях нашей страны. Но такого количества, безусловно, у нас нет. 55 тысяч встреч в год – просто потрясающие цифры. И почти 106 тысяч часов обсуждений пациентов. Разберем на примере. Начнем с урологического МДТ. Включили в исследование пациентов с различными онкологическими заболеваниями – рак почки, рак мочевого пузыря и так далее. И обнаружили, включили, значит, пациентов рандомизировали в две группы. Пациентов, которых не обсуждали на МДТ, пациентов, которых обсудили на МДТ. То есть либо врач принимал решение самостоятельно, и как это часто в нашей практике бывает, позвонил своему коллеге, лучевому терапевту, или обсудили мультисциплинарные команды. Просто потрясающие результаты. Только у 35% пациентов не было изменений в тактике лечения диагноза. То есть и диагноз, и лечение изменили практически у 70% пациентов. Это огромные цифры. Это было либо рестадирование, либо начинали лечение с неодювантной химиотерапией, либо пациенту назначалась одювантная химиотерапия, о которой изначально не думали. И таким образом, безусловно, улучшались показатели не только безрецидивной, но и общей выживаемости. Изменения в тактике лечения у рака мочевого пузыря были в 44%, в случаях у рака почки в 36%, у рака яичка – 29%, у рака предстательной железы – 22%. МДТ по раку лёгкого. Включили в исследование 243 пациента с неоперабельным мелкоклеточным раком лёгкого, что обнаружили 23% пациентов в группе после МДТ, они получили химиотерапию. Таким образом, безусловно, увеличились показатели безрецидивной и общей выживаемости. Прикол о ректальном раке. Пациентам назначили одювантную химиотерапию, хотя до МДТ этим пациентам не планировали назначать одювантную химиотерапию. Я думаю, что исследования по этому поводу вам известны, что пациентам, которым показана одювантная химиотерапия, безусловно, это влияет не только на безрецидивную, но и на общую выживаемость. МДТ помогает нам не только учиться, не только улучшать качества и показатели выживаемости жизни нашей пациенты, но это ещё и экономия не только времени, но и наших средств. Сколько тратят денег наши пациенты на то, чтобы, не знаю, приехать в национальный центр, получить лечение. Периодически им нужны какие-то платные консультации, какие-то консультации бесплатно. То есть, ну, в общем-то, реалии наши таковы, что, к сожалению, порой не только государство тратит свои ресурсы, но и наши пациенты. МДТ экономит, да, на примере МДТ по меланоме были проанализированы пациенты, были включены 208 пациентов, которые были обсуждены на мульдисциплинарной команде, 104, которые не были обсуждены. 1600 долларов было сэкономлено на каждом пациенте, которого обсудили на МДТ. Понятное дело, что у нас цифры будут немного другие, но, тем не менее, экономическая выгода очевидна. Данные опросов врачей в Европе и США показали, что 96% врачей считают, что МДТ улучшает качество оказания медицинской помощи, онкологической помощи, а 73% врачей ответили, что МДТ экономически целесообразна. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что после того, как вы вернетесь в свои онкологические центры, вы обговорите со своим руководством возможность проведения хотя бы первых МДТ. Никто не говорит, что нужно начинать с того, чтобы обсуждать всех пациентов, но мы можем начать обсуждать хотя бы со сложных случаев. В принципе, в той же клинике Шарите мы делились опытом с нашими коллегами, они рассказывали, что, да, безусловно, мы начинали с обсуждения только сложных случаев, и дальше уже двигались по нарастающей, да, обсуждали практически каждый случай пациентов, изменения тактики лечения и назначения той или иной терапии. Да, мы можем начать с малого, но двигаться вперед. И я думаю, что если мы хотим идти далеко, нужно идти вместе, если мы хотим идти быстрее, то нужно идти по одному. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, Евгения Владимировна. Я можно один только комментарий, да? Есть небольшое преимущество у наших иностранных коллег, у них нет 915-го приказа и нет положения врачебной комиссии. Я читала это положение. Нет, это позволяет им, скажем так, более комфортно собираться, скажем так. Безусловно. А нам, помимо всего прочего, надо еще законодательные... Законодательство у нас предусмотрено по поводу МДТ, по заданию нашего замечательного профессора. Я пересмотрел наш приказ, и мы можем, в принципе, МДТ подвести, под номер приказа не скажу, но будет называться это субкомиссия. То есть, да, у нас существует комиссия по госпитализации, и мы можем по закону создать субкомиссии внутри наших учреждений, в которых, по нашему усмотрению, будет входить столько специалистов, сколько мы хотим. И мы можем не ограничиваться тремя специалистами, включать туда и патолога-анатома, и рентгенолога, и медицинскую сестру. То есть, все, в принципе, в наших руках. Я сравнивала эти приказы, которые написаны Национальным институтом рака США, и сравнивала наш приказ по работе онкологической комиссии. Мы вполне вписываемся в понятие субкомиссии. Да, этот опыт надо, конечно, интегрировать. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, у нас сегодня, на самом деле, большая победа. Сегодня впервые к нам в страну приехало Европейское и Американское общество онкологических сестер. Это большая победа для нас. Мы много лет к этому шли. Сегодня у нас Сьюзан Ньютон и профессор Дэниел Келли из Royal Matson Cancer Center. И сегодня они расскажут нам о том, о роли медицинской сестры в работе мультициплинированной. Клинарной команды. Спасибо.